Дюрант, Букер и Сака гостят в Бостоне, Даллас сражается с лидером Запада без Дончича, а в Милуоке и Хьюстоне пытаются ломать статлайны и лодыжки соперников. Кстати, обязательно посмотрите вчерашний взял мяч лайф, если еще этого не сделали. Ну и, конечно же, устраивайтесь поудобнее, давайте смотреть баскетбол. Поехали! Давайте разомнемся матчем команд, которые все свои турнирные задачи, сдается мне, уже решили. Эй, Мэн Томпсон с замечательным слэмданком, у него дабл-дабл шикарнейший. Сегодня 11 подборов у молодого человека, 5 из которых на чужом щите. 70 плюс напихивают из трехсекундной зоны Хьюстон сопернику сегодня и продолжает Томпсон левитировать. Что ты с ним будешь делать? Подключите, пожалуйста, обратно гравитацию. В ответ зависть, видимо, заела Джордана Пола, он тоже решил нашвыривать 25 очков со скамейки. У него Джейлен Грин отвечает 37. Сегодня под кольцом стэпбэк со средней. Сегодня в меню есть абсолютно все. Еще один крутой кроссовер из-под заслона и продолжают зависать. Рокетс, как будто бы у каждого из них есть джетпэк за спиной. 75 очков за половину на счету хозяев, плюс много, как видите. Фредди скидывает Джабари, он сафари. У Смита 16 очков и лучший момент игрового дня. Как же громко ты упал, дружище, как тебя там зовут? Какой же злобный Мингрин машин. Вытряс из человека душу, вынул лодыжки и посмотреть на него еще успел. Бум, трешечка. Красотища какая. Пять дальних от Джейлена Грина сегодня. Счет абсолютно никакого значения не имеет. Хотя 3,5 победы у Рокетс всего лишь до зоны плей-ин. Менее недели назад Кевин Дюрент навалил 45 очков Бостону. Но этого было недостаточно для победы. И Кей Ди загорелся результативностью снова. На этот раз уже в Тиди Гарден. На паркет у Феникса также возвращается Дэвин Букер, а тот же самый Кей Ди набирает 15 очков уже в первой четверти. Огненное начало для солнышек плюс 7 у гостей. И Бостону нужно отвечать, а главное есть кем отвечать. Например, Джейсон Тейтум. Лидер Селтикс подготовил сегодня 4 точные трешки и 26 очков. Далее феноменальное движение мяча от подопечных Фрэнка Фогеля. И в уголочек надо бы довести. Бум! Грейсон Аллен на 9 бросках набрал 20 очков. Сегодня проход и передача от Билла на Бола. Трехочковый у сына Мануты 1 и 2 из угла. На этот раз ассистирует Дэвин Букер. В ответ джеб-степ, булли-болл влево от себя. Кто сказал, что этот парень не умеет проходить влево? Ой, фол в нападении? Не, не слыхали. Да, простили Брауна. Подбор в нападении у Селтикс далее. И трешечка номер 3 за Джейсоном Тейтумом напоминает Бостон соперникам, что в этом здании и в этом году они проиграли всего лишь 3 матча. Кейди бессилен здесь. На таком хорошем контесте соперник все равно забивает. Однако всего лишь плюс 5 преимущества хозяев по итогам первой половины. Следующий урок это мастер-класс по перехватам от Джру Холлида. И Тейтум уносится под кольцо. Трехочковый тоже летит великолепно. Даешь Бостону выбросить 50 трешек, вынимаешь из своей корзины половину из них. 25 раз издали попали. Каждый стартер Бостона залил хотя бы 3 трешки в этом матче. И это еще Порзингис отдыхал. Феникс, конечно, пытается отвечать усилиями Девина Букера. Прежде всего у него 23 очка и всего лишь одна точная трешка. Здесь он приземляется на ногу из Авии Тилману. Из-за такого же повреждения он совсем недавно пропустил 4 матча. К счастью, сегодня обошлось без тяжелых повреждений. Хаузер из-под кольца и Джейлен Браун. Матч-концерт от него. Забивал откуда хотел, как хотел и через кого хотел. Вообще, говорит, без разницы. А заодно еще решил перехватить и наказать Грейсона Аллена под кольцом, одноручным данком вот таким. Судьба матча решена. Вогель берет тайм-аут, но подключается к вечеринке Джо Мазула. Убери эту трешку отсюда, говорит он Брэдли Биллу. Вот тебе контест, царские дружище. Суперкомичный момент. В конце матча еще семерка Арсенала подарила свою футболку Джейлену Брауну. Ну и плюс еще какой-то мужик в зеленых очках обнимался с Брэдли Биллом и Джейсоном Тейтумом. Бостон фиксирует 52-ю победу в регулярке, а Феникс снова опускается в зону плей-ин. Давайте посмотрим на Клипперс, у которых выездной бэк-тубэк, первая часть которого проходит в Юнайтед-центре в гостях у Шикаго Буллс. В полнейшем порядочке фангай Кавай, который недавно повредил спину, но цел и готов вкалывать. В том числе, естественно, на подборе 27 очков сегодня у Клишни, всего 5 промахов с игры. Пол Джордж добавляет 28 плюс 7 ассистов, 11 из 12 с игры у него. В отсутствии Джеймса Хардена именно они верховодят нападением гостей, которое набирает 37 очков в первой четверти. Не остановим абсолютно PG-13, который 6 трехочковых лает сегодня, при нем на площадке у Клипперс плюс 22. Среди домашних героев обнаруживается Алекс Карузо, например, у него 17-21 у Демара Дерозена, но без Коби Уайта нападение немножечко барахлит. Перед самым хафф-таймом Терренс Мэн с подбора разгоняет через Кавайа, который ха-ха-ха. Под кольцом еще 2 очка плюс 11 по итогам первой половины у гостей. Боунс Хайлэнд винчивается в трехсекундную. Классно он сегодня выходит в старте. 17 очков, 4 перехвата и 11 передач. Ничего ж себе. Клипперс с удовольствием набивают трешки, попадают 20 раз из-за дуги с процентом 50. Ну а если у соперника легкая пятерка с тайцем на пятерке, Андрей Зе Джайант будет разбираться, конечно же, вблизи от корзины. 15 очков, 7 подборов для него. Булс терпеливо строит свой камбэк и вот уже меньше 10 разница. 2 трешки у Дерозена, 4 у Тори Крейга сегодня. Однако, Пол Джордж абсолютно спокоен со средней дистанции. Ну и уж слишком много трешек привезли с собой из Лос-Анджелеса. Прямо льют и льют и льют подопечные Тайрона Лью. Клипперс закрепляются на четвертой строчке. Следующая игра с пятой командой Запада в Нью-Орлеане. Сиксерс отчаянно цепляются за топ-6 на Востоке. Тайрис Макси со своей командой приезжает в Файзер Форум. Грик-фрик инда-билдинг. И сразу же он дает понять, никакой вам братской любви. Ребята, слэм-данк с одной руки. То Байес, говорят, слишком мелкий для него. Ой, Янис продолжает корчить фирменные рожи. Ну, допустим, Дэмиен Лилард в трехсекундную пробивается еще. У него так себе по шутингу сегодня 7 из 16 с игры всего лишь. Фила, между прочим, включается не на шутку. 29-24, они забирают первую четверть. И Тайрис просто великолепен. Отвечает сами знаете кто. Янис к доске через троих засломил его. Невозможность держать. С другой стороны валит боком тот, кто бросает самые красивые трешки в лиге. Кэмерон Пэйн. Три из трех из-за дуги. 13 очков со скамейки. Словно бы хочет сказать своему бывшему клубу Патрик Беверли. Овер ми. Между прочим, плюс 12 было у гостей. Первая половина в какой-то момент. Янис висит на кольце. Тайрис врывается с пятью трешками в сегодняшний матч. Плюс 8 к хафф тайму у пришельцев из Пенсильвании. Самый прогрессирующий игрок сезона набирает сегодня 30 очков, 4 подбора, 4 передачи. В ответ Лилард делает 17. 19 очков у Брука Лопеса на пяти точных трешках. Янис пробил 18 штрафных. Имел 32 очка, 11 подборов, 7 передач, но также и 7 потерь. В быстрых отрывах стоит быть аккуратнее, потому что Брук Лопес имеет чехол для вашего броска. А посмотрите, какой стильный. Вряд ли Келлиубра доволен. У него 4 из 13 с игры. Сегодня Брук получает мяч, угрожает трешкой и делится мячом, потому что sharing is caring. Бакс делают 29 ассистов в сегодняшнем матче. Чистейшее. Камон, гайз, летс гоу. Дэмиан, естественно, имел 9 из этих передач. Он знает, кому нужно доставить, чтобы тот переправил мяч по назначению. К сожалению, еще и Харрис сломался, пока пытался убежать от Грикфрика. Ну и, естественно, мы надеемся, что у Тоби там ничего серьезного. И напоследок хозяева площадки заболировали все это дело дальним попаданием Брука Лопеса. 16 трешек на проценте 44,5. Сезонный свип оформлен и Бакс, вторая команда Востока. В гостях у 14 команды Запада готов развлекаться Джейлен Брансон. Доме Найтан встречает его распростертыми объятиями, а поэтому Джейби сразу приступает к набору очков. 58 очков из трехсекундной набирают Никербокеры. Это на 20 с лишним больше, чем удается набрать сопернику из такого же закрашенного прямоугольника. Н1чик от Джейлена Брансона. Оу Джиану Ноби совсем недавно вернулся и получил смачную блокшотину. Портленд бьется на равных к радости собравшихся в ботоцентре. Более того, в наш хайлайт влезают все 5 очков, которые Матис Тайбл принес своей команде. Однако гости из Большого Яблока как будто бы не особо впечатлены. Маз Макбрайт делает 6 очков, 5 подвозит Богданович столько же у Бёркса, 4 с семью подборами и двумя перехватами делает Прэшес Ачиуа. Это вся скамейка Нью-Йоркса. Также обращаю ваше внимание, что Трейл Блейзер за первую половину матча набрали всего лишь 41 очко. Вольготно чувствует себя Никс с ближней и средней дистанции. Да, трешка летит всего лишь 6 из 29, но приезжие ребята набили 23 попадания с линии штрафных. Вполне себе комфортное плюс 14 по итогам первой половины. С другой стороны Скут Хендерсон придумывает этот алиу бля Деандра Эйтона, а уже с перехвата Бентона Стэйчу оф Либерти Данк 31 плюс 14 у Доми Нейтона. Красивая статистика, конечно, но его сегодня затмевает другой супергерой. Джейлен Брансон делает 45 очков и пробивает 2 трети штрафных своей команды. Опять же, в основном проходы, потому что если это так просто, то почему бы не продолжать снова и снова и в очередной раз на бис. Да, 2 из 10 по трешкам, но подумаешь, Нью-Йорк просто другого уровня команда. С удовольствием они придушили. Портленд Трейл Блейзерс в гостях, бригада из Вилановой Харт Ди Винченцо Брансон славно порезвилась на выезде. 39-я победа для Никс и уже 17-я вдали от дома. Наконец, выездной Даллас на бэк-ту-бэке в Paycom-центре прерывается, к сожалению, серия без промоков у Дэна Геффорда. В двух попаданиях он остановился от Уилта Чемберлина и его 35 подряд. В ответ трешка редкая, единственная в этом матче от Шея и перехват от Ирвинга. Джейлен Уильямс исправляет собственную ошибку. Три блока у молодого человека в сегодняшнем матче. Несмотря на такую неудачу, Кайри, разумеется, продолжил настаивать на своем. Всего лишь плюс два у Кейси к большому перерыву. Гиди, но у лук передача и работает Чет Холмгрен с другой стороны провода. Шей вытаскивает на себя Деррика Лайвли, нарезает его на дриблинге. И Энд Уан со средней 31 очко, 5 передач, 12 из 15 с линии, но потеря. И угадайте, кто? Джейлен Уильямс против Деррика Джонса. Забрал самого бывшего чемпиона под Данком. Какой же чертик из табакерки. Однако разница держится в пределах 10. Кайри имеет сегодня 36 очков, 12 ассистов, всего 4 потери. Плюс симпатичный путбэк Слэм от Дэна Геффорда. У него 19 очков, 15 подборов, 6 из которых на чужом щите. Жаль только, что защита у Мэв сделана из губчатого материала. Она впитывает все, что только можно впитать. Кроме всего прочего, 19 потерь у техасцев, с которых соперник насобирал аж 34 очка. Ну и что с того, думает Кайри, не набирать что ли теперь и делает это красиво. Во-первых, перевод за спиной. Во-вторых, какое же зависание с перекладыванием мяча в левую руку. На такие дерзости, однако, имеется ответ у Тандер. Та-та Тандер, 27 от Джелина Уильямса, 18 плюс 5 от Гиги и громогласная концовка матча в виде вот такого слэмданка от восьмого номера. Стало быть, четырехматчевая победная серия Далласа подошла к концу. Тандер возвращаются на вершину запада. Правда, в спину дышат и Наггетс, и Тимбервулвс. Что касается Даллас Маверикс, они, судя по всему, застряли в этой грызне за плей-офф с Сакраменто, Фениксом. Ну и куда же без Лейкерс и ГСВ? Лебрончик со Стефом тоже рядом. Что касается Востока, Бостон официально застолбил за собой место в ТОП-6. Ниже они уже точно не опустятся, да и выше первой строчки тоже будет тяжеловато. Далее Милоки и Кливленд выясняют, кто вторая сильнейшая команда конференции. Ну а клубы от Нью-Йорка до Майами будут драться за попадание в ТОП-6. Друзья, подписывайтесь на «Взял мяч» в Ютубе, ВКонтакте и в Телеге. Ставьте лайки нашим видео, если они вам нравятся. И помните, мы стараемся именно для вас каждый день. Ну а сегодняшний ньюс подходит к концу. С вами был Дабл Джей, всем спасибо за внимание.